Привет, мои любимые слушатели! Давайте сегодня погадаем, посмотрим такой вопрос. Как ответить за твои слезы? Человек, дам описание, чтобы вы понимали, ваш ли это вариант. Итак, четыре варианта. Выбирайте свой. Посмотрим, что за человек и какой будет бумеранг. Надеюсь, вы определились. Карты эти пока убираю. Вариант номер один. Карта выпадает, кстати, когда человека закидывают камнями. Что бы он не делал, его люди не признают, они его порицают. Ну, а ты забегай вперед. Итак, человека, которого вы загадали, кто он? Что из себя представляешь? Кто ты? Что ты? Кто ты? Какой ты? Какая? Кто ты? Что ты? Здесь человек, который умеет себя преподнести. Человек, который умеет прихорашиваться, да, красиво выглядеть, одеваться, ухаживать за собой. Человек, у которого есть деньги. Человек, который верит в Бога. Сам по себе свободный, никому ничего не должен. Деньги считать любит. Я не могу сказать, что он прижимистый. Нет, тут и не об этом речь. Тут о том, что человек всегда на первом месте думает о материальном. Деньги – это основа основ. И поэтому мерилом всего считаю, сколько ты зарабатываешь, какой у тебя доход. Может с барского плеча подарить какой-нибудь крутой подарок. Показать всем, что вот могу. Либо, допустим, покупает себе вещи, которые какие-то значимые, какого-то бренда. Человек все время считает, что не надо стоять на месте, надо двигаться, чему-то учиться, что-то познавать. Но считает себя человеком верующим. Не показали мужчина и женщина. Надеюсь, что есть такой вариант, вернее, такой человек в вашем окружении. Потому что если да, смотрим дальше. Итак, какой будет бумеранг все-таки по итогу? Я сейчас делаю выкладку карт и буду трактовать, чтобы мне просто было понимать, на какие моменты обратить внимание. Так, здесь человек намеренно уходит от реальности. Как будто бы ему легче жить в том мире, в котором он себе придумал. И вообще почему-то выпадает у нас момент самый главный. Ему, этому человеку в жизни должно быть обязательно, это будет. Либо это уже была возможность пережить ложь в отношениях. Какой-то грандиозный обман в отношениях. И такое чувство, что были варианты по-другому. Но все, все переворошило, все испортило именно ложь, обман в отношениях. Вот этот человек, какой будет бумеранг, общение у него будет с какой-то женщиной. Но этот человек будет один. Как изгой. Самая первая карта вот эта, она и показала нам. Человек, которого закидывают камнями. И показывает этот человек, будет у него какой бумеранг. Он будет жить один, но одна подружка, одна подружка будет, периодически будет звонить, периодически будет навещать. А остальные друзья отворачиваются здесь, люди с ним не согласны. Все друзья не на стороне вашего врага. И из-за чего? Из-за того, что он что-то сделал. И люди его осуждают. Они избегают с ним общения. Поэтому у нас в одиночестве будет. И самое главное то, бумеранг прилетит ему через ближний круг. Здесь именно в близком окружении его семья. Здесь каждый по себе есть манипулятор. Есть человек, который чувствует, что его не уважают. И есть остальные, которые просто смотрят со стороны. В ближнем круге здесь недопонимание очень мощное. Но самое главное здесь по магии может прилететь этому человеку. Родовое что-то, которое через мать передается. Какое-то родовое здесь работает. А что это такое? Покажите мне. Я не совсем понимаю, почему родовое. Вот пара двое. Но между ними ложь. Между ними обман. И между ними какое-то, как знаете, разрушение отношений. Что бы мы ни делали, бесполезно. У меня знаете, как будто бы идет момент развала отношений с любимым человеком через магию. Какой-то предмет, подклад. Один. Деньги будет получать либо пособие, либо алименты. Какие-то деньги приходят не из-за работка, не по работе. Откуда-то, от кого-то. Это как пособие, алименты. Что-то вот такое. Пассивные какие-то доходы. У меня ощущение, что этот человек будет один. Он будет дома, он будет болеть. Каким-то образом загибаться. Людей рядом нет. Дома порицание. Дома ты уже надоел. Надоела. Ты достала. Достал. Навещает какая-то подружка. В доме какая-то штука будет происходить, когда ваш враг будет чахнуть. Нельзя было колдовать. Какая-то вещь. Человек обидит какую-то женщину. И ему прилетит тоже. Нельзя этого делать. У него будет ощущение, что его все бросили. У него ощущение, что его использовали. Никто здесь не на стороне. Беспомощность. Но человека будут все порицать. Я не знаю, что это такое. Человек, значит, без друзей. Друзья отвернулись. Сидит дома. Дома ненависть тотальная. Пытается доказать свой авторитет. Пассивные деньги. Как будто человек слег. Либо, знаете, слег. Лежит, болеет по инвалидности. Что-то получает, какие-то деньги. Всех тихонько ненавидит. Тихонько его ненавидят. И человек чахнет. Постепенно, постепенно он мучится будет от какой-то беспомощности. Это может быть действительно какая-то инвалидность. Не знаю, болезнь. Но это можно назвать проклятием по роду. Отмашка за какой-то еще поступок. Некрасивый, связанный с женщиной. В общем, здесь все сложно. Человек будет мучиться. Видите, закидывают его камнями. И он не может ничего изменить. То есть доказывать кому-то что-то тоже не собирается. Считают абсолютно себя правым. Хорошо, вариант номер один. Вариант номер два. Давайте посмотрим. Карта тоже тяжелая. Сама по себе в этой колоде. Она говорит о том, что человек, который будет сидеть и погружен в собственные привычки дурные. Человек, когда курит, выпивает, много кушает, обжорством занимается. Человек, который болеет и не лечится. Ему лень. Он живет в каком-то своем мире. Это человек, которому на себя наплевать прежде всего. Карта, она здесь не такая трактовка, как у других. Она о том и говорит, что человек не видит ничего. Он в пьяном угаре, розовый дым. И не понимает, да? А зачем мне двигаться дальше? Ну, мы сейчас посмотрим. Описание этого человека. Кто ты? Что ты из себя представляешь? И сразу же выходит на арену у нас женщина, которая любовница. Это любовница. Она участвует в треугольнике. Это женщина подлая. Она предательница. Она интриганка. У нее очень хорошо подвешен язык. Она много сплетничает, болтает. У нее есть какие-то зависимости. Не зря выпадает зависимый человек, который сфокусирован на себе. Плюс ко всему этому она еще и глупая. На нее второй дурак выпадает. Но дурак выпадает такой, что мнение важно других людей о себе. Эта женщина вечная любовница. Она вечно сама себя втягивает в треугольники. Она вечно, знаете, как бы и ищет мужчин несвободных. Втягивает какие-то интриги. Что-то там начинает придумывать. Вот женщина, которая сама всегда найдет себе какую-то зависимость. Если совпало, да. Смотрим дальше. Какой будет бумеранг этой женщине? Итак, сделаю выкладку. И буду трактовать, чтобы мне понимать, куда смотреть. Где прилетает, покажите. Но самая главная карта выпадает все по справедливости. Человек будет находиться в состоянии стабильности. То есть он ждет, когда эта стабильность уйдет. Он будет ждать какой-то справедливости. А сама карта по себе выпадает на его эмоциональное состояние, когда мы сидим у разбитого корыта. Все, что мы верим, это когда все это закончится. Стабильное болото. А мы ждем, выжидаем. Показывают здесь карта. Либо сиди, ничего не делай. Либо слушай, что тебе говорят. Она не захочет. Вы знаете, вот такое ощущение, что с одной стороны, хочу выйти замуж за этого мужчину. Хочу. Но сам факт, когда она выходит, забивается своего, выходит замуж, она страдает. Она не может быть женой. Это женщина, которая должна все время втихушку жить. Втихаря. Быть все время, знаете, риском, что ее найдут, увидят. А когда она выходит замуж, она мучается. Она не хочет быть замужней женщиной. Ей не нравится это состояние. Такое ощущение, что она живет в каком-то болоте и ждет какой-то справедливости. Подождите. Что это такое? Я поняла, как прилетит бумеранг. Я поняла. У нее ложные цели в этой жизни. Она неправильно выбирает цели и задачи. Все, что она делает, она ошибается. Ошибка. Когда изначально она выбирает женатого мужчину, она думает, у нее, знаете, как цель, его сделать своим, развести и быть его супругой. Это лжецель. Потому что, по сути, когда она его женит на себе, она становится жертвой. И вот она, допустим, вот смотрите, бумеранг, допустим, она добивается того, что она становится главной женщиной. То ли она замуж за него выйдет, то ли она становится главной, неважно, но она становится главной, значимой для этого мужчины. И она же будет страдать. И тогда я понимаю, почему выпадает стабильность болота, из которого она пытается выбраться. Она сидит, как у разбитого корыта, ждет справедливости. Но это не справедливость. Это карта, допустим, развода. Допустим. Потому что справедливость, эта карта еще и показывает закон, власть. И мы ждем. А мы ждем решения мужчины. Она будет зависима от мужчины. И с мужчиной очень много будет общаться. Причем у нее еще общение есть либо с братом, либо с отцом. Она зависима целиком и полностью от мужчины. Все доходы от мужика, от мужчин. И причем ей придется избавиться от какого-то любовника. Поставить точку, чтобы не потерять доход. Денежки у нее будут. Но деньги как будто ей кто-то дает. Так, дальше. Она будет понимать, что она себя сама поймала за хвост. Она поймет, что она не права. Цель, которую она поставила, она лжецель. Она упадет в яму, которую вырыла. Она будет с мужиком, которого ненавидит, с которыми быть не хочет. И ждет разрешения ситуации. То есть она будет в болоте. Смотрите, там предательство будет. Она с этим мужчиной безусловно. Но она будет просто мучиться. И желать, чтобы поскорее это болото прекратилось. По справедливости. Либо чтобы был развод. Либо может быть какой-то удачный случай, когда можно разойтись. Но разойтись как? Чтобы не пострадать финансово. И вообще не пострадать. Потому что здесь живу, добилась своего. Но понимает поздно уже, да, что чего? Чего достигла ты-то? Чего? С кем ты сейчас оглянись? У нее мужчина перед глазами. И она с другими не может общаться. Вот и выпадает карта Сижу. Розовый дым. Сфокусирована просто на себе. Может, кстати, много кушать. Потолстеть. Может из-за того, что нет смысла в цели впереди. Либо много курить начнет. Ну, либо выпивать. Ну, в общем, здесь женщина пойдет на саморазрушение. Таким образом, выходя из депрессии. Так, вариант у нас номер 3. Давайте посмотрим описание этого человека. Карта Звезда выпала. Посмотрим, какая цель, какая мечта. Кто ты, что ты. Тяжелые карты. Вариант номер 3. У вас человек, которого вы загадали. У него Звезда, Звезда. Две Звезды. Человек яркий, интересный. Но при всем при этом. У человека есть какие-то, знаете, привычки. Как это сказать, с детства. Очень человек, с одной стороны, много у него комплексов. Но он старается их как-то перекрыть и сделать плюсами. Человек, который на интриги способен. Который способен на ложь, на обман. Где-то даже людей он ненавидит. При всем при этом. Человек, который очень тяжело переживает расставания. Человек, который любит деньги. Но не забывайте, то, что он Звезда. Это его тешит самолюбие. Это играют больше его комплексы. Ему надо сиять. Но при всем при этом человек какой-то сложный. И лживый, и интриган. И подставить, и предать легко может. При всем при этом человек яркий. Странно. Не показали мужчина или женщина? Бумеранг за твои слезы. Итак, сделаю выкладку, чтобы мне было понятно, куда мне смотреть. Что-то, что-то здесь интересное в этом варианте. А что это такое? А что это такое? Так, а это что тогда? А что, покажите мне подсказку. Движение вперед. Движение вперед. Здесь человек где-то проведет черту в своей жизни. Поставит жирную точку. Назад дороги нет. В прошлое дороги нет. Ненавидит какое-то прошлое. И на этом прошлом поставил точку. Общение будет с двумя мужиками. Причем оба человека, мужики, важные, нужные, денежные. Но при всем при этом будет через общение с ними добиваться своего подъема, пьедестала, уважения. Вы знаете, здесь человек совершит какую-то ошибку. И это может быть компромат, где-то, знаете, себя просто подставил, на каком-то празднике подставит себя. Это может быть реальный компромат. Какая-то штука, о которой он не захочет вспоминать. Это какой-то грех на вечеринке. И либо под наркотиками, либо под чем-то, под какими-то препаратами, либо выпьемши, под пьяным угаром, где-то, в какой-то тусовке, что-то сделает. И это будет так стыдно. Боже мой, это будет так стыдно. И не дай бог, кто узнает. Карта ужаса. Он верит в то, что вроде бы как не узнают. Но это компромат. Этому человеку, видимо, придется либо договариваться, чтобы этот компромат нигде не всплыл. Либо из этого компромата что-то делать. Ну, в общем, будет, знаете, как бояться, что не дай бог, кто узнает. Боже мой. Он бояться будет мощного скандала. Да. И показывает, бояться будет, что узнают друзья, близкое окружение или, ну, допустим, родители. Вот везде показывает, он так будет бояться, что разрушится его авторитет. И он будет, значит, вынужден поставить точку. Типа этого не было. И я говорю, тут два варианта. Первый. Либо он забудет и будет же дальше бояться с таким страхом жить, что кто-то узнает. Вот она выпадает, эта тайна. Либо второй вариант. Будет из этого компромата кому-то отрабатывать. Причем четко все по плану, как говорится. Как скажут, так и буду. В доме я буду себя вести глупо, не знаю, как на самом деле себя вести. Тем самым вызывая у близких подозрения еще больше, смущения и неловкость. Создает неловкость ситуации. А друзьями будет закрываться, чтобы не дай бог кто-то что-то. Здесь человек мучиться будет от того, что он продает душу дьяволу. Но обратной дороги нет. Все-таки мечта-то у меня есть, цель-то у меня есть. Ради этой мечты, я же звезда. Готов человек на многое. Но у него будет такой мощный компромат про него. Мама моя. Но все-таки двигаться назад это убийство. Самое убийство. Поэтому проведет жирную черту и про прошлое забудет. Мучиться будет именно вот этой вот тайной. Человек на самом деле, ну это реально сложно. Я не представляю, что это может быть такое, что будет, знаете, как марионетка под кукловодом. Фариант номер 4. Выпадает у нас карта. Когда человек в своей стихии. Мы сейчас посмотрим, о чем речь. Итак, кто ты? Что ты? Что ты из себя представляешь? Странное сочетание. У этого человека странное сочетание. С одной стороны, мощный манипулятор. Мощный. Потому что очень хорошо подвешен язык. Умеет договариваться. Умеет расположить. И при всем при этом, как кто-то что-то не срабатывает, сразу же включает жертву. Очень мощный манипулятор. Причем человек непредсказуемый. Не знаешь, что в голове. Человек, который может иногда шокировать. Человек, который много живет прошлым. И все время у него салат в голове. Ему кажется, что он все систематизирует. На самом деле, он пытается найти истину. Но как только что-то не получается, сразу же включает строить себя жертву. Я же родить вас стараюсь. А вы... Ну, в общем, и так далее, и тому подобное. Если совпало, давайте смотреть дальше. Если не, значит, это не ваш вариант. Итак, какой будет бумеранг за твои слезы? Сделаю я выкладку. Мне так удобнее сразу понимать, о чем речь. Бывает, я не сразу понимаю. Бывает, когда карты открываю и вижу. Е-мое. Очень какой-то момент будет гордиться какой-то ложью. Кого-то обманул. Ура, так прикольно. Точно. Ради какого-то своего счастья намеренно кого-то обманет и будет таким довольным, счастливым этот человек. Ура, я обманул. Ну, у меня получилось. Итак, смотрите. Дома все хорошо. Дома есть все. Есть и любовь, есть деньги, какой-то дополнительный доход, аренда домика или, например, как ее говорится, дача какая-то, какой-то дом. Дома будет любимый человек, будет, да. И много общения. Друг другом гордятся. Но как будто бы между ними либо расстояние, они без конца туда-сюда ездят. Либо человек любимый туда-сюда вынужден мотаться по работе. Но. То есть я объясняю как. Момент бумеранга. Этот человек, у него дома будет все хорошо. Но. То есть наличным все хорошо. Но. Ага. И показывает. Вот в судьбе этого человека должен произойти какой-то суд. И он должен в этом судьбе быть правильным. Интересно. Деньги будут зарабатывать. Много обсуждений, разговоров. Конкуренция на работе. Работа будет, деньги будут. Но здесь самое главное. Покажите, покажите мне, что это такое. У этого человека есть все. Но. У этого человека. У него будет болезнь. Он будет болеть. Карта выпадает на него смерть. Она выпала с самого начала. И ощущение, что человек либо тяжело болен. И пытается всячески выздороветь. Либо он болен так, что невозможно вылечиться. И поэтому этот человек будет. В первую очередь заниматься своим здоровьем. Тратить очень много денег на здоровье. На лекарства. Но при всем при этом. Он будет общаться с магами. С колдушками. Платить им деньги. Искать, кто это сделал. А показывает, что никто не виноват. Это бумеранг за ложь. Когда он кого-то сильно обманул. Кто-то пострадает. И пострадает, как будто, может, женщина, больше на женщину похоже, пострадает женщина. Но этот человек будет очень сильно болеть. И болеть он будет, как сказать, понимая, что никто не может ему помочь. То есть он будет и по врачам ходить, и будет по колдушкам ходить. И искать, да. Он будет вынужден жить все время, знаете, как с страхом. А проснусь ли я завтра? А проснусь ли я послезавтра? А может быть мне завещание уже писать? С мужиком, с каким-то, будет много общаться. Я вам хочу сказать, что здесь у человека страх смерти. Бумеранг за ваши слезы. А больше идет за то, что человек кого-то обманул. Именно его здоровье. То есть полный дом. Представляете? Полный дом. Дом, деньги, любимый человек. Все есть. Полная чаша. Но при всем при этом абсолютнейший испуг, страх за свою жизнь. Вот она, смерть на него и выпадает. Не знаю, что будет завтра, послезавтра. Я вам хочу сказать, что и выпала на него карта вот эта, да, в своей стихии. Да, в своей стихии. Но при смерти и непонимание, что же дальше. Что же будет дальше. Так, ну вот такой у нас был сегодня расклад. Посмотрим, да. Время покажет, как проиграется. От себя, как обычно, я желаю вам любви, мира и добра. Берегите себя, своих близких, свою любовь.